Представители различных политических и общественных организаций, национальных диаспор и неравнодушные Нарин Марса дружно вышли на межнациональный экологический субботник, который прошел в рамках всероссийской акции «За чистый дом, чистую страну, чистую планету» под эгидой «Года добра в НАО» и «Годы экологии в Российской Федерации». О том, как это было, расскажет Елена Семеновичева. Главное отличие этого субботника – его межнациональность. В этот солнечный день более 50 человек, которые представляют дагестанское, татаро-башскирское землячество, чеченскую, азербайджанскую, украинско-белорусскую диаспоры, ассоциацию ненецкого народа и Савэй, объединились, чтобы подчеркнуть готовность созидать и выполнять общие задачи на благо ненецкой земли, где в мире и согласии живут более 70 народностей. У нас свыше 15 тысяч национальностей проживают на земном шаре, и я думаю, что все должны однозначно подоставящему поколению доводить то, что мы живем в одном большом доме. И это земля, которую мы должны беречь, любить и ценить. Преемственность поколений – действительно одно из самых важных явлений в жизни общества, поскольку благодаря ему сберегается прошлое, сохраняется целостность настоящего, определяется направление для его дальнейшего развития. Мы работаем много с детьми, потому как нужен пример, пример взрослого человека. Потому что если ребенок где-то кинул, то значит он видел у своих родителей это. И он это повторит. Светы, Тани и Аглая – пример перед глазами явно хороший. Девочки не только следят за порядком у дома и школы, но и с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях. Природа нам дает свежий воздух, она нас кормит, поэтому мы должны защищать ее, заботиться о ней. Пока все старательно собирают мусор, рядом уже покрывается аппетитной корочкой мяса и шкварчит в большом казане национальный азербайджанский плов. По словам представителей этой диаспоры, труд и еда – это то, что объединяет всех людей, независимо от их национальности и вероисповедания. Кроме угощений и уборки мусора, который собрал и вывез чистый город, для всех участников организовали насыщенную развлекательную программу с играми, песнями под гармошку и национальными угощениями. Такие субботники, по словам одного из инициаторов Ольги Старостиной, стали уже доброй традицией, а для наринмарцев, независимо от их национальности и политических взглядов, связующим фактором. Я считаю, что именно такие мероприятия сплачивают. И здесь, когда участвуют все национальности, очень много национальностей, а округ у нас многонациональный, мы здесь общаемся, мы здесь делимся впечатлениями, мы делимся теми вопросами, которые проблемные. И поэтому я думаю, что в такой хорошей дружной обстановке, однозначно, я думаю, что время будет очень проведено полезно. Полезно трудолюбивые северяне проводят каждую субботу, начиная с 16 мая. Именно тогда в Наринмаре был объявлен общегородской двухмесячный субботник по уборке города от мусора, который продлится до 13 июля, в которых может принять участие каждый желающий наринмарец.